Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами порисуем строение фигуры вот такой фигурки аниме. Мы посмотрим, как строится эта облегченная анатомия. Обратите внимание, что голова действительно анатомически очень облегченно нарисована, схема ближе даже к детской. Но это из-за того, что действительно автор аниме однажды решил сделать вот такого плана картинку в стиле ближе к детскому выражению лица, потому что такого плана получается очень-очень мимишно смотрится. Итак, давайте мы, во-первых, определим высоту нашей головы, верхушки. Вот, сейчас сильно много. Вот она, так. И линия подбородочка здесь. То есть вот наша голова. По пропорциям, кстати, что хочу сказать, анатомически голова очень большая по отношению к телу. Все у нас, когда мы строим анатомически правильную голову или тело, неважно, у нас все сравнивается одно с другим. То есть одно с другим. Итак, смотрите, вот у нас какая голова широкая, большая. Естественно, в анатомии головы настоящего человека, скажем так, голова будет намного меньше. Или тело больше. Так что вы выбирайте сами, дорогие друзья. Те, кто учится только рисовать, вы можете выбрать вообще свой стиль определенный. Поэтому аниме, кстати, для того, чтобы научиться рисовать, очень даже подходит, потому что оно очень легкое. Итак, обратите внимание, что глаза находятся в нижней части нашего прямоугольника. Дальше. Что у нас будет дальше? Это сама поза. То есть шея, она как бы встраивается. Давайте я здесь покажу ее отдельным цветом, чтобы ее было видно. Она идет прямо. Вот так. И снова вернемся к нашему цвету, потому что он очень яркий. И у нас плечи вот тут. Даже невидимые узлы мы должны нарисовать. Здесь у нас идут плечи. Помните, я говорила в том видео предыдущем, что обязательно нужно рисовать узлы, которые соединяют, это суставы наши, соединяют наши ручки. И наша вот уже сама кисть. Кисти я обычно рекомендую рисовать блоками, для того, чтобы хотя бы чувствовать, научиться пропорции. Тут у нас тоже локоть. И здесь у нас узел второй. Они, видите, накладываются друг на друга. Давайте первые обозначим зеленым. Вот локти, да? Точнее, плечи, прошу прощения. Вот. А локти будут таким ярким, алым цветом. Затем, что у нас дальше? У нас дальше идет вот такая ровная линия, относительно ровная. Дальше идет линия талии. Вот так, да, идет. Я немножко спущу, хотя она вот здесь вот должна быть. Вот. И линия бедер. Она всегда идет ниже, дорогие друзья. Вот, она идет прямо. И так, мы можем сейчас... Мы можем сейчас с вами проанализировать нашу фигуру. Как она строится. Смотрите. Здесь у нас тоже суставы. Давайте я поменяю все-таки цвет, чтобы вам было понятней и удобней. У нас здесь идут суставчики. Суставчик. Затем давайте обозначим вот эти суставчики. Точнее, не суставчики, а точечки, да, которые мы будем соединять весь торс. Итак, друзья, посмотрим, что у нас происходит с линиями. Если вот так перенести полностью построение, да, схематично, то это будет выглядеть примерно вот так. Примерно вот так. Вот так. Обязательно нужно вот этот наклон найти. Наклон может быть разный. Может быть такой. Может быть такой резче, да, поворот лица. Но мы об этом будем говорить в других видео в будущем. Так, здесь у нас идет шея. Тут у нас, видите, совпадает прямо очень близенько. Расположены плечи и наши суставчики. Эта линия, как мы можем уже понять, она идет вот так вот впереди, прямо. То есть мы ее можем предположить, что так можно сделать. И дальше. Да, линия груди еще вот здесь у нас. Можно ее указать. Значит, давайте попробуем. Вот здесь у нас линия руки, локоть. Я просто переношу, знаете, как вслепую, вслепую переношу наши все линии, которые вот у нас есть здесь. Так, здесь у нас идет, да, рука. В принципе, можно так тоже ее сделать, как и первую. Дальше. Здесь у нас идет локоть. Снова. Конечно, когда вы переносите эту схему, вам необходимо понимать, что вы делаете, для того, чтобы была логика. Так, это у нас немножко под таким спуском выглядит. И дальше у нас идут бедра. Бедра, они шире. Обратите внимание, шире, конечно же, чем талия, естественно. Поэтому здесь у нас идут суставчики, вот эти, да, которые я нарисовала зеленым. И давайте теперь соединять, что у нас получится. Здесь, давайте возьмем, может быть, черный какой-то, обычный карандаш. Что у нас получается? Здесь у нас, вот в этом районе у нас идет лицо, голова. Так. Здесь у нас идет, вот такие идут волосы. При таком наклоне и ракурсе головы, конечно, макушечку будет видно вот здесь. То есть, вот так она будет идти. Так. Вот таким образом. Наша голова примерно будет строиться. Почему я говорю примерно? Потому что всегда изначально у нас идет, первоначально идет набросок. Никаких эскизов мы не рисуем. Мы как бы изучаем объект, который мы будем строить дальше и работать с ним дальше. Так, можно здесь указать грудь. Естественно, суставчик, но мы надеваем, надеваем, можно сказать, эту ручку на нашу красную линию. И здесь у нас то же самое идет. То же самое. Здесь у нас идет выход вот сюда. Мы наращиваем нашу ручку. Так. Здесь у нас идет ладошка. Она состоит, в принципе, из нескольких частей. Но мы ладошки порисуем немножко позже вместе с вами. Поэтому я предлагаю сделать сейчас просто вот такими блоками, как я и говорила. Вот. Блоков будет пока достаточно, дорогие друзья. Дальше что мы делаем? Мы соединяем талию и выводим на бедра. Если они сильно широкие, получается, ничего страшного. Вы можете их уменьшить. Итак, у нас просто фигурка по пропорциям немножко больше, чем на картинке, чтобы было виднее. Так. И вот отсюда у нас будут идти ноги, которые мы, естественно, нарастим вот уже вот здесь вот по бокам. Вот так. Так, друзья. Давайте немножечко порисуем одежду, чтобы было понятнее, что у нас получается. Или же хотя бы зарисуем пятнами. Давайте это же сделаем прямо сейчас. Вот наш торс, то есть тело, да, которое у нас есть. Все очень просто, друзья. Если вы хотите научиться быстро рисовать, вам нужна будет наблюдательность, естественно. Внимательность и насмотренность. Что это такое? Насмотренность это то, что вы смотрите часто тот стиль, в котором хотите научиться рисовать. Так, друзья. Вот здесь я немножечко хочу сделать вот такие линии, чтобы они не сильно полностью убрали в темноту нашей ручки. Но хочется, чтобы их было все-таки видно. Давайте я здесь, наверное, порисую чем-то таким более светлым. Вот так. Вот резиночка стирательная. Чтобы у нас все-таки получился вот такой объем, у нас можно уйти на такие линии. Ребят, объем можно нарисовать за счет цвета и тени, и за счет линий, толщины линий и так далее. Поэтому можно придумать такой какой-то гольф, водолазку, да, и так далее. Так, друзья, можно сделать цвет нашей юбочки. Ну, так, да, чтобы было похоже. Вот. И там уже, конечно, нет предела совершенству. В принципе, наша задача найти схему. Уже мы ее сделали. А там мы уже можем дальше создавать нужный объем волосам, искать какие-то прятки, делать более утонченно нашу саму работу. Вот. И уже прорабатывать детали, так скажем. И только вот после того, как вы нарисуете правильную схему, естественно, только после этого у вас будет получаться правильное построение лица. Здесь уже можно исправлять и подгонять под то, что вам необходимо. Потому что первоначальная схема, она обычно такая, как сказать, линии построения. Она указывает направление, она указывает объемы, ракурсы и так далее. И вот потом, когда мы уже с вами прорабатываем следующие схемы, да, то есть мы прорабатываем детали, нам, конечно же, нужны уточнения, естественно. Вот. Для этого я думаю, что нам достаточно будет чуть-чуть поменять линию на лице. Например, вот так, да, разделить ее пополам. И вот здесь вот еще раз указать наш носик там где-то будет, ротик и так далее. Так, друзья, в принципе, нет предела совершенства. И я думаю, что в данном случае цель, которую я преследовала, она уже, она готова. То есть наши ножки уже сделаны. Можно, конечно же, здесь еще рисовать швы, цвет лица и так далее. В принципе, наша схема полностью сделана. Так что подписывайтесь на мой канал, ребят, рисуйте и обязательно не отчаивайтесь. Не обращайте внимания, если вам говорят, что вы не профессионалы. Всегда есть чему учиться. И нет в мире такого плана, скажем так, профессионалов высшего уровня. Это, конечно, аниматоры того же аниме, которые больше 20 лет, 30 лет уже работают в программах. И там все как орешки щелкается. А так можно всю жизнь учиться. И если вам встречается такой человек, который говорит, что он профессионал и он уже выучился, то не верьте таким людям вообще. И лучше с такими не общаться. Потому что на самом деле такие люди не могут быть адекватными. Вот так вот. Так что всегда старайтесь учиться, развиваться. Верьте в свои силы, потому что я в ваши силы верю. Друзья, еще такая просьба. Обязательно напишите в комментариях, что бы вы хотели посмотреть в следующем видео. И я обязательно нарисую что-то новенькое. Построим какие-то новые схемы с вами. Вот. Так что делитесь моими видео со своими друзьями. Пока-пока. До новых встреч.